Об энергетическом кризисе Западу надо было думать заранее. Россия не та страна, которую можно недооценивать, заявил бессовестный президент, не менее бессовестный, причем это не наше мнение, но западных СМИ Турции Реджи Эпта и Парадаган. Пока глава федеральной разведывательной службы Бруно Каль предупреждает бюргеров, будьте бдительны и не становитесь инструментами путинской пропаганды. Если вы вдруг замерзли и решили высказаться за вот в эксплуатацию многострадального Северного потока-2, вы спящий агент Кремля? Так, жертвой путинского гипноза уже успел стать вице-президент Бундестака Кубики, который посмел поставить слова Северный поток-2 и запустить в одно предложение. Осторожно, это может быть заразно. Потому что, по словам Гера Каля, Путин сейчас ведет гибридную борьбу, поэтому нужно быть очень осторожными. Мол, мы еще разбираемся, что к чему, но эти тоталитарные агрессоры сейчас активно упражняются в кибератаках и дезинформации. И, кстати, очевидно, что-то подобное, в смысле психической атаки Кремля, сейчас происходит и в непобедимой Польше. Так, бывший премьер Туск заявил, что страну захлестнула лавина отчаянных сообщений от жителей из-за предложения нефтегазовой компании PG&IG увеличить цены на газ в скромные такие 12-15 раз. Но, ребят, можно понять, они же в отличие от нас, главу Федеральной разведывательной службы Германии, не читают. Что будет, если народ в стране единый? Что бывает, если в стране смута? Вы думаете, мы говорим про какие-то старые времена? Но посмотрите внимательно, что происходит в мире сегодня. Возьмите США, где все спорят, и это мы очень мягко говорим со всеми, и возьмите Россию, где общество сплотилось в связи с известными событиями до уровня монолита. Однако и в истории государства российского были огромные проблемы, которые приводили к катастрофе, повторить которую мы просто не имеем права. В связи с чем на телеканале НТВ скоро будет выпущен четырехсерийный фильм «Русский раскол». Фильм под нестандартным углом рассматривает события 17-20 веков. Авторы ленты, основываясь на работах легендарного историка Александра Пыжикова, пытаются проследить и дать анализ для событий в России тех лет. Понять, как и почему в 20-м столетии наша страна дважды переживала процесс распада, а в середине века пережила небывалый подъем. Посмотрев этот фильм, вы сможете осознать, как произошедшее еще в 17-м веке привело Российскую империю к 1917 году, и что в мире и жизни все сильно взаимосвязано. Как не принято думать, пока не узнаешь детали. Премьера состоится 13-14 сентября на канале НТВ. Не пропустите! Итак, агенты Путина. Как вы понимаете, они везде, чем ближе Новый год. И вот уже Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цены на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС, сказал глава Минпромторга Республики Юзеф Секелла. Типа это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса. Или, переводя на русский, чувствует товарищ, что зима близко даже с его министерской зарплатой, потому что вилы к одному интересному месту будут подносить ему, если он не успеет сбежать. А куда бежать, если в ЕС везде будет хорошо? И прямо как по заказу бумажная промышленность Германии предупреждает о тяжелых последствиях резкого роста цен на энергию и сырье для отрасли. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, особенно трудная ситуация складывается для производителей санитарно-гигиенической бумаги из-за газоемких процессов сушки при производстве туалетной бумаги и кухонных рулонов. Известная в стране компания, производитель туалетной бумаги Хакли, уже была вынуждена объявить о банкротстве, и за ней могут последовать другие. Короче, из хороших новостей были лишь те, что западное единство крепко, как никогда прежде. Но тут к микрофону вышел тот самый Путин и все испортил. Россия полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести ценовые ограничения для сырья из Российской Федерации. Такое заявление сделал Владимир Владимирович во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, западные страны сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. На этом фоне российский лидер призвал их, одуматься, так как в противном случае мир может столкнуться с еще большим удорожанием энергоносителей. Из хороших новостей ребят уже все равно не остановить. Так что это точно не конец истории.